Доброе утро, мои друзья! Начало пятого, половина пятого. У нас в Турции землетрясение в Мерсине. Никогда не было. Посмотрите, какая паника. Все куда едут? 7,4 баллов, кажется. Я не знаю, точная информация или нет. Так трясло, так трясло. Продолжаются эти толчки. И мы с Ашкой, мамой, он запаниковал. Говорит, давай спустимся. Спустились, посмотрите, как цыганка. Шапку одела, а тут еще и дождь. Боже мой, друзья! Сердце мое ушло, потеряло столько людей. Господи, спаси, сохрани нас. После землетрясения многие в машинах сидят. Многие спустились, где базар у нас. У людей паника. Покупают хлеб, воду. Большие очереди. Друзья мои, такого еще в Мерсине не было. Всем добрый день, мои дорогие друзья и подписчики. Сегодня в Мерсине в 4, 27 и 28 произошло землетрясение. Эпицентр находился, как Роман Мараши и во многих других городах, но мы почувствовали толчки очень сильно и на себе. У меня было какое-то предчувствие. Я легла полтретьего. Сегодня у нас было запланировано рандеву к кардиологу. У меня были дела какие-то. Легла поздно. Пол четвертого я встала. Что-то не могла я заснуть нормально. Сейчас у меня такой страх, что что-то шатается. Наверное, он долго от меня не уйдет. Выпила воды, легла спать, никак не могла найти место. Во-первых, очень холодно. Мы перешли в среднюю комнату и никак не могла я заснуть. Какие-то кошмары мне снились. Вот именно я заснула, но знаете, как очень все чувствовала. Сейчас у меня манжета надувается, давление меряет. Когда я продолжила спать, я так поверхностно спала. И вдруг я смотрю, что так шатается кровать. Думаю, ну что это делает Ашкэм? Так трусила, так трусила. Посмотрела на лампочку. Лампа ходила во все стороны. Я разбудила его. Он сначала, он вообще такой у меня сильный мужчина, никогда не паникует. Всегда я в основном, когда какие-то события происходят, я паникую. А тут вдруг я была какая-то спокойная почему-то. Он говорит, быстрей Ашкэм, ложись. Он возле своей стороны кровати присел и меня заставляет. Я говорю, да пройдет, пройдет. Я легла, вот так накрыла одеялом себя, потому что холодно. Ночью-то холодно без одеяла, в пижаме. И смотрю, включила телефон. От того, что темно. Была ночь, естественно. И так трусила, друзья мои. Как это страшно. И слышно только скрип. Кур-кур-кур-кур. Дом туда-сюда, туда. Когда я была в Батуме, у нас тоже было землетрясение. Но нас учили в проем вставать. А тут не до проема. Муж мой кричит. Ложись и ложись. И когда это все прошло, это показалось вечностью. Потом, значит, я быстро накинула на себя халат. Мой муж тоже наделся. И смотрим. И в подъезде шаги люди бегут. Паника у людей. Мы выбежали на балкон. Все вышли на балкон. У всех были зажжены свет. Все смотрят друг на друга. Кто-то выбегает. Дождь идет. Такая холодина. И я, естественно... И потом произошел второй толчок. Он был тоже очень сильной амплитудой. Мы также попадали на пол возле кровати. Все трясется внутри. Потом быстренько, когда это все успокоилось. Мой муж в панике уже. Бегом-бегом. Давай, выбегай. А как в халате, в пижаме. Такая холодина. Дождь идет. Я быстренько переоделась. Что попало? Одела. Схватила документы свои. Паспорт. Вот. И сумка висит уже готовая. Не буду ее убирать. И в этот момент я поняла. Воду надо иметь. Документы всегда, чтобы было что-то на готове. Потому что неизвестно что. А золото! Золото, конечно, кто забыл? Кто вспомнил в тот момент про золото? Кто вспомнил в тот момент про заначки? Поэтому я еще раз убедилась, что деньги все надо вкладывать в ценные бумаги, в криптомонету. Это надежно. И гарантийно. Потому что у меня по сюсекам где-то спрятано. И я про них совсем забыла. Вы понимаете? И про золото, и про все. Тут схватила все необходимое. Документы, кошелек и все. И вперед, друзья мои. Мы быстренько спустились. По лестнице. Эти звонки, постоянные сообщения о землетрясении поступают. Вы бежали на улице. Там у нас есть беседка во дворе. Женщины пожилые внутри сидят, греются. Столько людей. Все в панике. Все рассказывают свои истории. Это какой-то был страшный паника, хаос. Кто по машинам. Мы так просидели на улице. Еще ходили там, где у нас базар. Туда пошли. Холодно. Пошли в пекарню. Купили там семит. Там очередь огромная. Даже на улицу выходила. Все покупали хлеб. Хлеб, воду покупали. Семит покупали. Какие-то печенья. Как раз, не знаю, в пекарне работало. Я не знаю, все было в изобилии. Только была очередь. Мы посидели, походили еще. И тут время подходило. Мне нужно было подготовиться. Потому что у меня в половине девятого встреча с кардиологом. Вот мне наложили манжет. Давление будет мерить мне в течение суток. Вот смотрите, еще у меня вот здесь, на поясе, такой аппарат. Я до завтрашнего утра должна буду это делать. И так к кардиологу трудно попасть. И мы, значит, быстро пришли, переоделись. Дома так тепло, уютно. Думаю, сейчас чай выпьем, кофе выпьем. Какой кофе? Тут НДР в панике. Кто-то написал где-то, что сейчас ожидается еще. Выходите все с домов. Все быстрого оставила. Повыключали и выбежали на улицу. Были еще час на улице. Ходили туда-сюда. Потом пошли к Ялчину, к другу. Там у него же он же в офис открытый. Люди все там скопились. Посидели, выпили кофе и поехали в больницу. Город Мерсин как будто вымер. Только люди, которые идут на государственную работу, садики и школы, все закрыли. Людей нет практически. В больнице есть люди, видно, с деревень. Приехали, встретили знакомого. У него была назначена операция. Из-за землетрясения отменили, отложили на другой день. Еще что могу сказать. Очереди нет. Мне наложили этот манжет. И мы пошли, апостоль поставили на своих документах. Потом ходили по почтам, где выгодно было отправить цены пипец какие. В каргу 1600 лир просят. Там где-то 1000, 1800. И мы настолько замерзли, настолько устали, что решили все это оставить и вернулись домой. Мой муж сразу отключился. Еще у нас дверь захлопнулась. Мы не могли никак ее открыть. Мой муж сесть на нервах, кричит. Я его еще таким никогда не видела, потому что у него паника, бессонная ночь, страх такой. И еще, знаете, какая новость? У нас, у моего мужа, младший брат, живет в Мараше. А там был эпицентр. И его дом разрушился. У него двое маленьких детей. И они живут на третьем этаже. Жили на третьем этаже. И услышав, у них было 7,8 амплитуда. Там вообще было кошмар, как трясло их. И они выбежали из квартиры. И, естественно, вниз не спустились, а поднялись наверх, на верхний седьмой этаж. И вы представляете, третий этаж все завалило. И они чудом остались живы. И на седьмом этаже их потом спустили, как-то освободили. Весь дом упал. Первый этаж вообще стерся, сбили. На первом этаже был дюкан. Ну, магазин такой. И они сидят... Благо машина находилась подальше. И вот сидят в машине. Все у них вещи, все испорченное. Мы потом созвонились с племянницей, ну, с родителями. И они тоже почувствовали. Племянница со страха, она живет в городе. Приехали к ним домой. Как-никак все вместе. Вот так все обсуждают это землетрясение. У всех людей паника по новостям. Одно и то же. Пострадало очень много. Много городов. Много многоэтажек рухнуло. Моя вода не у меня подруга. Она написала, что все сразу мне звонят. Я им звонила. Мои подружки все побегали на улице. В машинах сидели с детьми. Мы тоже не заходили порядочное время. Наверное, до 10-12 они были на улице. Все мерзнули. Очень холодно у нас. Дождь. Слякоть. Меня морозит постоянно. Я никак не соберусь. Но вот я решила прийти сразу вам записать видео. И, может быть, и быстро опубликую, что вы увидели, что у меня все хорошо. Слава Богу. С Божьей помощью. Вы знаете, что... И я думаю, что все это прекратится. Вы знаете, я в этот раз не паниковала. Я... Хотя сердце мое выскакивало. Прямо внутри дрожь была такая. Но я себя успокаивала. Даже мой муж говорит, что ты молодец, ты не паниковала. Наверное, это все-таки... Вот эта проработка над собой подействовала. А что сделать в этот момент? Даже не знаешь. Страшно все. И думаешь, что тебе надо в этой жизни? Счастье, мира и здоровье. Это самое главное. Никаких богатств. Ничего не нужно. Деньги, что были, конечно. Потому что, если бы не было денег, не пойти ни воду не купить, ни хлеб не купить. Ничего. И нужно уже задуматься. Задуматься. И у меня... Мама даже еще не знает. Не хотела ее пугать. Дочь только что позвонила. Она тоже не в курсе. Мои партнеры, друзья все звонят, спрашивают. Все побережье Турции почти потрусило. В Анталии очень сильное землетрясение. Я даже не знала таких городов. Сейчас по новостям показывают, как там разрушение освобождает людей из-под завалов. В Адане 14-этажные и 17-этажные дома, новостройки рухнули. Наш дом, слава богу. Я так посмотрела, подъезде трещин нет. Друзья мои, берегите себя. Вот такие вот новости, горячие новости. Будем надеяться, что больше не повторится. Ну и всем мира, здоровья и счастья. А я сейчас допью свой кофе и пойду согрею свои ноги, потому что замерзла, как собака замерзла. И пойду чуть-чуть посплю. Смотрите, друзья мои, столько людей и вся ситуация. Дияр Бакур. Я извиняюсь, тут мой муж храпит, отключенный. Посмотрите, как рухнул дом. Дияр Бакур. Дияр Бакур. Дияр Бакур и Шан Ли Урфа. Шан Ли Урфа. Какая страшная ситуация. Ой, спаси, сохрани всех. Спаси, сохрани всех. Все живые были. Мимо нас, мимо нас. Трясет. Как трясет. Как трясет, сердце разорвется. О, боже мой, отъем пора. Ай. Вот показывает сейчас Адана. Адана, это страшно. Это очень страшно. Господи, хотя бы прошло. Ой, страшно, я уснула. Страшно. Опять единая. Единая, посмотрите. Ай, как у нас есть. А? 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 Опять все люди бегут по лестнице. Что делать? На, я пойдем. У меня так руки трясутся, все вышли на улицу, все бегут. Что делать? Спаси, сохрани нас, спаси, сохрани. С маленьким ребеночком. Я не могу, руки трясутся. Такая я, вроде бы, пипец. Мы дома. До сих пор продолжает трясти. И, чуть-чуть успокаивается опять. Сейчас 7 градусов. Сейчас 7 балльное землетрясение в Эльбистане произошло. Сейчас 7 балльное землетрясение в Эльбистане. Вот. Смотрите, как трясется. Какое сильное было. Ой, боже ты, ой, как страшно. Ну, мы... Куда на улицу выходить-то? Какой холод. Дома все-таки, дома. Ненасиленно, если честно. О, боже твой. Алло. Малыш нервничает. Все-таки мы смустились с мужем, потому что невыносимое это, когда тебя трусит, и ты находишься в закрытом пространстве. Смотрите, все люди повыбегали, а в парке... Все собрались в парке. А ты детступи от такого... От войны, от землетрясений, от цунами, от всего-всего. Как бы себя в руках не держало, но организм подается панике. Вот я сейчас накинула на себя 100 одежек. Как всегда, штаны на штаны, потому что я очень сильно замерзла. И я вообще не спала. 10 минут только. Пыталась вам монтировать видео, и вот случилось такое. И что, посмотрите, сколько людей завтракают, кушают. А на базаре кричат там. В общем, держимся, друзья. Раздаемся. Смотрите, парк весь переполнен. Здесь мы и люди повыбегали. Это единственное наше убежище. Машинами допрягали. А на базарке езды. Конечно, люди боятся. Лишь бы не заболеть. Друзья мои дорогие, как я устала. Как я устала. Посмотрите, какая я закупанная. Какие у меня сапожки. Юги нашла. Которые в Батуми у меня были, я их не носила. Все здесь пригодилось. И так замерзла. Ручки холодные. Мои дорогие, сидим и ждем. Погода у моря. Не знаю. Такое состояние страшное. Страшно стало жить. Ценности. И с каждым днем я это понимала. Что мне надо. Что для меня дороже. Но вот этот стресс. Соседи какие-то. Куда-то они все разъехались. У всех есть куда ехать. Машины есть. Не знаю, как мы с мужем проведем время. Хотя он мне предлагает поехать к родителям. Но мне нужно отправить мой документ. Из-за этого я должна быть здесь. Оттуда очень сложно будет возвращаться и все. Так что вот. Отпускаю ситуацию во вселенную. Вселенная меня любит. Вы же знаете. Сколько соседей было. Все они в машинах загрузились и уехали. Дом наш опустел. Наверное осталось несколько семей, как я сказала. Все меньше и меньше сейчас. Такое сито и все разъехались. Вот это жизнь. И так каждый и каждый. Не только мы. А мы здесь вот. Хорошо я вот подушечку приготовила. Одеяло у нас смотрите. Термос есть. Пицца у меня там есть. Водку надо. Но водку. Нельзя мне водку. Потому что вот у меня давление меряю. Постоянно полчаса. Так что вот. Мои дорогие. Сидим мы здесь. И хотя бы какой-то костер. А видите. Может в парк нам пойти сможем. Может там костер разожгли. Надо что-то думать. Вот он сейчас придет. И мы что-то придумаем. Потому что мы здесь не будем же сидеть. В одиночестве. Были какие-то сейчас небольшие толчки. Я это ощутила. И ребенок здесь сидел. Тоже ощутил. Ждем девочки. Мальчики мои любимые. Держите за меня кулачки. Друзья мои. Спасибо за то, что вы мне звоните. Беспокоитесь. Пишите. Еле успеваю отвечать. Но не всем успеваю. Потому что телефон постоянно. На связи. Благодарю вас. Мы нашли вот здесь. Место в нашей. Где нашли. Знаете. В нашем. Будке. Где сторож сидит во дворе. Нашли такую плитку. И здесь сидим втроем. И будем здесь втроем. Тут соседи еще двое. Мы с женой. Куда-то они вышли. Так что. Мы как говорится. Прибежище себе. Мои дорогие. Спасибо вам большое. Друзья мои. Это автобус наш. Соседи нас забрали. Мы не будем мерзнуть. И в безопасности находим. Такое пустынное место. Посмотрите. Все под далеко от домов. И мы. И мы здесь. Я такая счастливая. Чувствую себя сейчас в безопасности. Будем считать, что мы куда-то едем. Друзья мои. Все будет хорошо. Слезы счастья. Мои дорогие. Спасибо, что вы мне пишите. Спасибо. Сняла наконец-то шапку. А то так все чешется. Нормальные условия. Тепло. Сразу конец. И они включены. Смотрите, как я одета. Ваша Светлана. Как капуста. Доброе утро, друзья. Вот наш автобус. Мы покинули его. Потому что нам не надо в больницу, чтобы снять с себя эти провода. Провели ночь мы хорошо. В автобусе, слава Богу, тепло было. Выспались. Сил набрались. Боже, дай Бог, чтобы сегодня мы смогли вернуться в свои дома. Почему-то они вот, соседи, до сих пор ждут новостей. Можно или нет возвращаться. Ну, вроде бы по Турции. Я вчера наблюдала всю ночь. Не было никаких таких толчков в районе Мерсина. Так что дай Бог, чтобы сегодня все наладилось. Всем доброе утро. Добрый день уже. Мы дома. Приняли душ. Позавтракали. Чистенькие, местенькие. Вышли на балкон посмотреть. Видите, сколько в парке машин. И до сих пор они там. Люди боятся возвращаться некоторые домой. А мы не боимся. Все прошло. Я уверена. Дом целый. Все целое вокруг. Так что все будет хорошо, друзья мои. Подальше встали машины. Подальше встали. Ну все. Всем хорошего дня. Друзья мои, как хорошо дома. Я приготовила для себя борщ. Приготовила Ашкему. Вот пизелье. Там плов буду делать. У нас так погода испортилась. С испанака я решила приготовить пирог. Просто пирог. Не буду мелкий делать. А вот у меня есть тесто. Смотрите. Это тесто. Оно разморозится. Я вот делаю вот эту часть. Ну так. Для разнообразия. Соскучились по домашней идее. Вкусной. А погода у нас как испортилась. Как конец света. Боже мой. Я все цветочки убрала. Стирку повесила. А сейчас опять снова я разложила там в зале. Там же кондиционер у нас. Чтобы высохло. Ой. Так холодно. Такой был сквашкуал ветра. Соседи почти никого нет. Соседи все разъехались. Сидят где-то. Ну я не знаю. Вот какая зима началась у вас. Мои дорогие. Только на седьмом. На девятом. Я вижу людей. Кашкин спит. А я. А я готовлю. Вот сейчас ногти себе почистила. Готовлюсь друзья. Не знаю к чему. А вот решила еще вот. Испечь такой пирог. Со шпинатом. Мало ли. Мало ли. Мы будем думать обо всем хорошем. Ну чтобы если в что бежать. Быстренько схватить его. И. А если нет. То сами покушаем в спокойной обстановке. Пока готовлю плов. И печется. Бюрек в духовке. Решила с вами поболтать. И рассказать более подробно о том. Что произошло с нами. Мы. Мы. Ночевали. Соседями. Дай бог им здоровья. Что. Нас позвали. Пригласили к себе. Автобус был неполный. К нам спустились. Люди. С новостройки. Где мы остановились. И. Они нам дали разрешение. Сходить в туалет. Спала я конечно с перерывами. Но. Слава богу. В тепле. Знаете. У меня такой страх какой-то. Я все время смотрю на лампочку. И. От усталости. У меня. У меня как-то подшатывает. Не могу понять. Что со мной. Конечно. Это состояние страха останется надолго. Надо будет с ним работать. Чтобы. Уже. Понимать. Что. Все позади. Плохое. И только будет все хорошее впереди. Еще такая погода так изменилась. Но. Это. От нас не зависит. К сожалению. Смотреть эти новости страшно. Кого-то постоянно вытаскивают. Недавно девочку вытащили. Она вся перепуганная. 31 час она была. Под развалинами. Наверное ей 7-8 лет. Такое перепуганное. Дитё было. Все это печально. Очень печально. И очень тяжело смотреть. Руководство Турции. И Мерсина. И во всех городах обеспечили пункты. В инстаграмах. Всех соцсетях. Приходят сообщения каждому на телефон. Что если вам негде остановиться. То вы можете прийти туда. И вам там предложат воду. И горячий суп. Чай. Они предоставляют одеяло. Там одежду даже. Люди активно помогают в сборе всего. Его. То есть. Чувствуется. Даже если ты один в Турцию приехал. То. Мне например знакомая. Да. Она одна. Приехала из Сибири. И. Она пошла вчера. Туда. И. Успокоилась. И ей было так приятно. Что есть то место. Где её принимают. Молодцы. Все подготовлено. Все организовано. Мы бы тоже. Мы бы тоже наверное пошли бы туда. В какой нибудь лагерь. Потому что невозможно было оставаться. На улице. А может быть мы остались бы в той будке сторожа. Сейчас это все вспоминаешь. Прокручиваешь все. И думаешь что это не с тобой происходит. Благодарите Бога за то что вы имеете каждый день. Вот видите. Показатель того что вы не знаете что будет с вами завтра. И живите сегодня красиво. Здорово. И никого не обижайте. Будьте добрыми. Относитесь к любым людям доброжелательно. Не испытывайте зла. Потому что это все вредит. И вам навредит. И всем навредит. Мой муж проснулся. Он побеспокоился. Почему ты говорит не отдыхала. Я говорю потому что я вот занята была. Готовкой. И сейчас думаю. Я подумала так. Пускай он отдохнет. А потом я уже спокойно расслаблюсь. Да. По очереди будем дежурить. Чтобы быть на готове. Сейчас 4 часа дня. У меня уже готовый объект. Спасибо вам за то что вы мне пишете. Вы знаете. Я почувствовала себя. Можно так сказать королевой. Потому что мне написали. Мои одноклассники. С которыми я лет 20-30 не общалась. Мне так было приятно. Они звонили. Писали мне из-за границы. Не то что там из России. Из Украины. Или откуда. Даже из-за границы. Из Америки мне звонила. Мой бизнес-партнер. То есть из Италии. Из России. Из Украины. Все писали. Все поддерживают. Из Казахстана. Мои подписчики. Те люди которые следят за мной. Даже были такие случаи. Я так вчера немалютно прочитала. Светлана. Вы не появляетесь на Ютубе. И говорит. Дошло до меня. Что вас можно в Инстаграме разыскать. Да мои дорогие. Спасибо вам большое. Именно в такие моменты. Нужна ваша поддержка. Благодарю вас за все. Ну. Наверное на сегодня. Я буду заканчивать это видео. И надеюсь что в будущих моих видео. Будет только положительное. Все позитивное. И доброе. А у меня завтра день рождения. Какой день рождения. Вот. Даже не знаю что сказать вам. Все что идет идет к лучшему. Я отвечу вам и себе. И всегда так думайте. Что все что идет идет к лучшему. До свидания. Всем пока. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Будет время. Я обязательно отвечу вам. Всего вам хорошего. Мирного неба. Солнца. И покоя в ваших душах. Ставьте лайки. Подпишись на мой канал. Нажми на колокольчик. И на все уведомления. Субтитры сделал DimaTorzok.